Уважаемые дамы и господа, на этой неделе Нигерию постигла очередная серия терактов, в том числе во время футбольного матча взорвалась бомба у Неши жизни примерно 40 человек. Хотя никто не признавал себя ответственным за теракты, западные средства массовой информации в очередной раз обвинили террористическую группу Боку Харам, известную из-за серии совершенных похищений свыше 200 девочек. Но как так? Внезапно появляется террористическая организация, которая в состоянии проводить профессиональные террористические нападения в разных местах страны, откуда они берут оружие, технические знания и опыт, и прежде всего, кому выгодно возникнущее посредством этого дестабилизация западноафриканского государства. Журналист из Нигерии Атилинг Регинальд Маваджира разобрался с этими вопросами и обвиняет ЦРУ в том, что оно создало Боку Харам как часть компании США по дестабилизации. Согласно высказываниям Маваджиры, причиной этих мер дестабилизации является то, что Нигерия все более и более распространяла свое влияние в Западной Африке, в том числе посредством подчиненного ей объединения ЭКО-МОК. Это объединение создано для военного сотрудничества нескольких африканских государств, чтобы в кризисах во время мятежей быстро получать помощь и предотвращать гражданскую войну. Однако растущее влияние Нигерии не соответствовало стратегическим интересам США. Кроме того, США с беспокойством наблюдали за тем, что также Россия и Китай вели все более и более активную деятельность в богатой сырьем Нигерии. Таким образом, США начали предпринимать меры противодействия. Это происходило в тесном сотрудничестве с посольством США в Нигерии. Маваджира ссылается в этой связи на документы WikiLeaks, которые свидетельствуют, что посольство США в Нигерии использовалось как основа для многочисленных дестабилизирующих акций, в том числе прослушивания и оказывания давления на ведущих политиков, а также финансирования групп боевиков. Одна из этих группировок – Боку-Харам. Для организации этой террористической группы, согласно расследованиям Аваджиры, вдоль границы с Чадом, Нигером и Капируном уже давно были сооружены лагеря для обучения, в которых собирали безработную исламскую молодежь, чтобы готовить из них повстанцев во имя Аллаха. Только таким образом возможно создать организацию из полуобразованных, неосведомленных людей, которые способны производить дорогостоящие бомбы и проводить хорошо с координированные операции. Цель этой кампании дестабилизации Аваджира видит в том, чтобы до проведения следующих выборов в 2015 году настолько расколоть население Нигерии, чтобы это привело к интервенции или же распаду. По тому образу, как мы могли это уже наблюдать в Ливии, Сирии, а также на Украине. Выигрыши при этом были бы в очередной раз США, которые могли бы таким образом ограничить деятельность Китая и России в Нигерии, а сами себе гарантировали бы доступ к нефти и другим многочисленным ресурсам страны. Итак, дорогие зрители, необходимо всегда точно проверять, что есть истинные мотивы, если такие страны, как США или Франция, внезапно, как благородные спасители, совершают активные военные действия в странах, богатых природными ресурсами. Распространяйте дальше такие голоса против, как голос господина Аваджиры, чтобы люди могли узнать истинные причины так называемой борьбы с терроризмом. Благодарим вам за внимание. До свидания. Продолжение следует...